Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как я рассчитываю пряжу. Не во всех случаях, а именно вот в этом конкретном случае красивейшее платье туника трансформер. Не знаю, что получится в конечном результате. Но вот на данный момент вот такое полотно, это уже нельзя назвать образцом, у меня получилось. И я так поняла, что многим этот проект понравился, и вы загорелись его связать, но возник вопрос, сколько же пряжи нужно. И вот именно в этом видео оно будет достаточно коротеньким. я хочу рассказать вам о размерах и приблизительно, конечно же, о приблизительном количестве пряжи, которое понадобится на этот проект. Ну, во-первых, хочу сказать, что мне очень нравится эта пряжа. Пряжа Коко, предоставленная магазином Мир Вышивки, Мир Крестиком. Не забывайте про вашу 10% скидку, которую вы можете получить дополнительно, введя в поле мою фамилию Ситникова, и воспользоваться этой скидочкой. Пряжа на самом деле мне очень-очень нравится. Посмотрите, какой небольшой характерный блеск и как хорошо она смотрится в этом рисунке. Итак, мои хорошие, в каком-то из первых роликов, когда я начинала вязать образец, у меня получилось, что вот когда я набрала петли, вот здесь вот, то есть от этой точки и до этой точки, получилось 64 сантиметра. Это ширина туники, так скажем. И я начала вязать вверх. И вот сейчас, на данном этапе, когда я разгладила полотно, я его не стирала еще, но отпарила так хорошо, от утюжила утюжком, у меня получилось, что вот здесь, сейчас я положу сантиметр, вы сами в этом убедитесь, стало меньше на 4 сантиметра. Это о чем говорит, что этот рисунок потянулся вверх, то есть не в ширину, а потянулся вверх. Я думаю, что когда свяжется туника, это еще уменьшится вот эта ширина, потому что под своим весом немножко потянется вниз. Поэтому, мои хорошие, учитывайте это при расчете вашего изделия. Вот сейчас я вам показываю то, о чем говорю. Видите, отметочка 60 сантиметров. Здесь на нуле. То есть на 4 сантиметра вот здесь стало меньше в ширину. Значит, мой размер бедра 112 сантиметров. Это 48-50 размер. То есть у меня, так скажем, грушообразная форма фигуры, бедра достаточно широкие, и размер плеч, размер талии гораздо меньше. То есть у меня такое несоответствие идет 50, да, и 50 вниз, и 46-48 вверх. Это что касаемо по моей фигуре. Поэтому, чтобы туника платья хорошо сидела, дайте больше на свободу облегания. Вот я считаю, ну я думаю, что у меня все будет, как бы, все нормально будет сидеть, и нормально бы сидела при ширине 64 сантиметра. Но все-таки это свободная, легкая туника. Я считаю, что она, ну должна быть более свободного кроя, да, более свободного размера. То есть на свободу облегания дайте больше сантиметров. Итак, теперь давайте по расчету пряжи. Смотрите, когда я отвязала один моточек, это у меня сейчас лежит третий моток, вот здесь вот у меня присоединился второй моточек, в смысле, ну да, вот первый моточек, и пошел второй моточек. И сейчас я вот буду третий моток присоединять. Сразу вам даю небольшой совет, делайте присоединение, даже если у вас кусок нитки остался достаточно большим, то есть не делайте присоединение вот здесь, потому что здесь воздушные петли, и будет некрасиво смотреться. еще можно вот здесь присоединиться, когда мы вяжем веерочек, но тоже, как бы, я считаю, не очень удачное место. Поэтому, когда вы видите, что у вас кусочек ниточки уже достаточно короткий, то есть место соединения приблизительно будет здесь, лучше отрежьте этот кусочек, и присоединитесь вот где-нибудь там, где у вас сплошные столбики с одним накидом. Да, сразу попутно отвечу на вопрос моей одной подписчицы. Здесь нет столбиков без накида. Все ряды мы вяжем, то есть вяжем столбики с одним накидом, потом вяжется наш ажур, так как он идет там по схеме, поворачиваемся, и опять следующий ряд вяжем все столбики с одним накидом. Сейчас вот приближу, посмотрите, здесь нет столбиков без накида. Если вы видите вот эти места, и вам кажется, что это столбики без накида идут, нет, здесь все столбики с одним накидом. Итак, давайте вернемся к расчетам. Значит, смотрите, 50 грамм пряжи, и сколько это вверх получилось, то есть в ширину мы уже с вами договорились, 60 сантиметров, хотя изначально было 64, то есть вот такая погрешность. Теперь что получается в высоту? В высоту до вот моего первого, так скажем, присоединения второго моточка получается, сейчас я не точно, вот так вот, 22 сантиметра, вот видите, ну там 22,5. Ну для удобства расчета я рассчитываю, что один моточек в 50 грамм пряжи КОКО, если вязать крючком, еще раз напомню, крючок тоже имеет значение, 2 миллиметра, получается 22 сантиметра. Вот от этой цифры нам очень легко будет рассчитать, сколько же нам пряжи понадобится. Это зависит, во-первых, от вашего размера и от того, какую длину туники или платья вы хотите. Я хочу, чтобы у меня было длинное платье, поскольку здесь идут вот разрезы, видите, маркер я поставила, это здесь у меня заканчивается разрез, сейчас к нему вернемся, давайте уже одну мысль закончим, потом вернемся к следующим, то, что хочу сказать. Итак, считаем 22 сантиметра вверх при ширине 60 сантиметров. Мне понадобится, значит, умножаем 22, умножаю на 5, получаю 110 сантиметров. Это получается длина туники. Это длинная, на мой метр 168 рост, это получится где-то ниже колена. Такую тунику я хочу. И на перед у меня уйдет, получается, 5 моточков. 5 моточков это 250 грамм пряжи кокон. Столько же, естественно, уйдет и на спинку. Вот считаем 5 и 5, это 10 моточков уже у нас получается. Еще нам нужно связать рукава. На рукава, ну, здесь уже приблизительно, я думаю, что хватит грамм 200, то есть по 100 грамм на рукав. Получается так. Если вот сейчас я приподнимусь, покажу вам, то есть у меня сейчас отвязано вот в этом полотне 100 грамм пряжи, да, 100 грамм пряжи. Если мы вот так вот, предположим, соберем, да, мы же рукав будем вязать, это широкий рукав. Широкий рукав, естественно, он у нас будет уже, и, возможно, будет такой вот длины. Даже меньше 100 грамм пойдет на рукав. Вот я уже сейчас вижу. То есть он будет немножечко уже. Я предполагаю, где-то вот настолько широкий, но не такой широкий, да, и где-то такой длины, потому что будет спущенный рукав. У нас же широко здесь будет вверху, да, и я думаю, что где-то вот такой длины будет рукав. То есть экспериментальным методом, так скажем, приблизительно. Точно, конечно же, я вам скажу, когда будет отвязана вся работа. Но приблизительно, чтобы хотя бы иметь понятие, сколько же нам ниточек купить. То есть на рукав у нас уйдет где-то грамм 80, я так предполагаю. 80 грамм один. Ну, давайте 100 округлять. Мы же не можем купить 80 грамм пряжи, да. Давайте округлять 100, что на рукав уйдет 100 грамм пряжи. На один рукав и на второй рукав 100 грамм пряжи. Вот и считайте, значит, что получается. 100 грамм пряжи это два моточка на один рукав и два моточка на другой рукав. Значит, получается, 4 мотка по 50 грамм нам нужно купить на два рукава. И на, что там, перед и спинку ушло у нас по 5 моточков, 10 моточков, 10 и 4, 14 моточков. Вот как раз приблизительно это количество пряжи и у меня и есть. То есть вы помните, что я в мире вышивки 13 моточков заказала, и 14 у меня, так сложились звезды, я уже говорила, был дома, да. Мы с вами вязали мастер-класс по этому узору. Ну, это на длинную тунику и на мой размер 48-50, на мой рост 168 сантиметров. То есть, что вам нужно сделать? Естественно, вам нужно рассчитать ваши размеры. Если у вас размер больше 52-54, вам нужно будет добавить вот один рапорт узора из этого рисунка. Мастер-класс, повторюсь, есть на канале и схема этого рисунка, кто не хочет вязать по мастер-классам, есть во вкладке в сообществе тоже на канале. То есть, вам нужно будет добавить вот сюда еще один рапорт узора. Как раз рапорт узора занимает 9 сантиметров. Сейчас я вам покажу. Которые идут на разрез. Вот рапорт узора одного вот этого сегмента занимает 10 сантиметров. То есть, вы прибавляете, если у вас размер больше, еще не 10, 9 сантиметров где-то. 9. Значит, 9 сантиметров в одну сторону. И, соответственно, у вас получится еще один рапорт узора с другой стороны. То есть, в другую сторону. Еще повторюсь, что вот здесь можете варьировать. Если этого много, то есть, получается, если вы добавите сюда 9 и сюда 9, ну, 10 будем, 20 сантиметров, то это 60 плюс 20. У вас ширина будет где-то 80 сантиметров. Ну, хотя даже не знаю. На размер, если 52-54, я даже не думаю, что это будет много. Если много, значит, тогда вот здесь вот варьируем. То есть, и спинка, и перед у вас будут вот с этой вставкой. Скорее всего, и у меня так будет. Я не буду вязать по другой спинку. То есть, у меня и по переду, и по спинке будет вот эта вставка. И, как мы помним, здесь 21 петля для того, чтобы вставить вот этот узор, если, чтобы вставить ажур. Но если мы будем вязать спинку и перед с этой вставкой, и не будем вставлять вот этот ажур, тогда вот здесь мы можем спокойно варьировать. Мы можем здесь убрать петли, если вы будете добавлять вот этот сегмент на больший размер, 52-54. И тогда мы можем, как бы, откорректировать ширину вашего изделия в меньшую сторону. То есть, здесь петли убираем, допустим, ну, сколько, 5 сантиметров здесь и 5 сантиметров здесь, с этой стороны. И у нас ширина сокращается до 70 сантиметров. То есть, думаю, что это понятно. А потом, когда мы дойдем до V-образного выреза, я, конечно, сейчас немножко расскажу на пальце. Опытные поймут. А те, кто только начинают, ну, я думаю, что мы с вами вместе придем к этому решению. То есть, что я сделаю? Я по провязанному полотну положу вот так вот сантиметр, проведу линию скоса мылом, и мне даст сколько, как я должна делать убавки, чтобы сделать вот этот V-образный вырез и выйти уже на плечевые швы, плечевые скосы. Но об этом, конечно же, позже. Думаю, что информации достаточно, чтобы высчитать, сколько пряжи вам нужно купить. Естественно, повторюсь, все зависит еще от длины. У меня получается 14 моточков приблизительно на длинное платье тунику. То есть, 110 сантиметров где-то. Естественно, если у вас будет короче или, может быть, вообще укороченная туника, там будет заканчиваться, это будет уже не платье, а чисто туника, рассчитывайте. Вам нужно только знать плотность вязания, высоту, повторюсь, 50 грамм пряжи. Получается 5 вот таких сегментов. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Вот это вот 50 грамм пряжи. 22 сантиметра вот здесь. В ширину один сегмент, один рапорт узора пряжи занимает 9 сантиметров. Вот эти два, две цифры, ширина и высота в 50 граммах, вы можете рассчитать самостоятельно, сколько же вам пряжи понадобится. Итак, что теперь по вот этому маркеру. здесь заканчивается вот этот ажурный наш край. По схеме, сейчас я покажу, как это выглядит. По схеме. Вот, вот эти вот галочки. Видите, вот эти галочки дают нам вот этот ажурный красивый край на разрезах. Так, повторюсь, два разреза с одной и с другой стороны. Какой помятый рисуночек уже у меня. Он уже побывал у меня и в парках, и в метро, и где только я не вижу. Значит, по высоте моего разреза, опять же повторюсь, вы можете сделать ваши разрезы, те, которые вас устраивают. Давайте померяем. Честно говоря, я даже не знаю, сколько у меня здесь сантиметров. Так, ну, 28-29 где-то сантиметров перевернуто. Разрезы у меня достаточно такие внушительные. Да, 29 сантиметров вот это расстояние. Так, ну, вроде бы-то все сказала по как рассчитать пряжу. Еще в этом, во вкладке еще напишу вот эти размеры. 50 грамм, сколько верх занимает и сколько рапорт узора. И вы тогда уже самостоятельно рассчитывайте, сколько вам пряжи купить. Ну, еще наперед, девочки, посмотрите, какую красоту я нашла. Это такое небольшое отступление. Посмотрите, какой красивенный квадратный мотив. Смотрите, как лежит в полотне. То есть можно связать просто ажурно и соединить, а можно сделать еще вот такую обвязку и тоже соединить. Будет смотреться совершенно по-другому. Видите, здесь без обвязки соединенные вот эти ажурные квадраты. Но этот квадрат еще можно и обвязать вот такой вот мережкой. Тоже будет очень красиво смотреться. Это вот следующая тема. Очень хочу узнать ваше мнение. Как вам такой ажурный квадратик? Не знаю, сегодня или на днях я постараюсь все-таки связать и посмотреть, что получается. Ну, а потом уже дальше по вашим комментариям пойму, нужно ли делать мастер-класс этого ажурного квадрата. Или, может быть, я не знаю, если найду в интернете, где я это нашла, потому что это я нашла у себя в загашниках уже вот в таком вот печатном виде. А вот ссылку, где я это нашла, я не знаю, есть ли у меня закладка или нет. И если вам понравился этот ажур, если я найду эту закладку у себя в компьютере и не буду делать мастер-класс по этому квадрату, я тогда поделюсь информацией, ссылкой на канале в сообществе. И вы самостоятельно, может быть, свяжете вот этот красивый квадрат. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как они лежат в полотне, вот когда именно соединенные. Посмотрите, какое красивое соединение оно происходит. Вот здесь вот эти ушки, да? Вот за ушки это все цепляется и получаются вот такие красивые штучки. Ну вот, мои хорошие, думаю, что информации на сегодня достаточно. Покупайте, заказывайте пряжу. Пряжа очень хорошая. Вот тебе и, пожалуйста, связала образец. Было 64 см, стало 60 см. Видите, как все обманчиво. То есть образцы можем отвязать, а в итоге наши все расчеты изменятся. Поэтому это все зависит еще от рисунка и узора. Ладно. Все, на этом я буду заканчивать. Не буду вас томить. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok